здравия желаю сок традин общая длина 216 миллиметров длина клинка 92 миллиметра толщина клинка 3,2 миллиметра сталь аус 8 а твердость 57 58 единиц рукоять g rn замок арклок плюс предохранитель вес 102 грамма и вначале расскажу о истории данной модели посмотрим как она изменялась течение своего производства фиксированный нож с названием trident выпускался в компании сок как минимум с 1 тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года более ранних каталогов я не нашел начала выпуска складной модели 2004 год и она совсем немного отличалась от этой рукоять была из за это и без такой ярко выраженной текстуры 2005 году появляется текстура на рукояти и новые расцветки и как можно видеть расцветка tiger stripe раньше выглядела немного по-другому 2006 год добавляются версии с клинками танта 2008 год новый камуфляжный цвет и выпускается ограниченная нумерованная серия ножей limited edition монограмм 2011 год появляются различные мини версии модели с клинками 80 миллиметров 2012 год новые полосы в расцветке tiger stripe 2014 год добавляется модель trident элит 2016 год лимитированная версия по случаю 30-летие компании и в 2020 году модель полностью переделали и вот как она теперь выглядит там новая сталь новый замок и так далее а сейчас зачитаю информацию из каталога в год появления модели как сок позиционирует свою данную эту модель сок тридент море воздух и земля наша миссия состояла в том чтобы создать обновленный складной нож сок основанный на проверенном историческом дизайне но запущены на платформе новых технологий таким образом когда вы его видите вы сразу понимаете что это сок когда вы используете его вы точно знаете что это сок что делает райден таким уникальным так это запатентованная группы м на рукояти которая позволяет оператору разрезать паракорд леску и так далее не открывая клинок смотрите историю о том как действующий морской котик изобрел это на странице 20 ну чуть позже когда будем рассматривать именно вот эту деталь ножа мы к этому вернемся trident воплощает в себе дух наших элитных спецподразделений по всему миру единственное чего в нем нет так это тестостерона вы должны его обеспечить да вот читаешь такое описание и ну просто ты прочитал описание увидел картинку и тебе сразу хочется его купить и еще интересный момент trident переводится как трезубец и раньше можно было видеть что в слове trident буква ай была выполнена в форме трезубца то сейчас то просто буква а раньше был трезубец и скорее всего это является отсылкой к силам специальных операций вмс сша так как трезубец есть на их эмблеме люблю я старой модели ножей потому как можно покопаться в их истории полистать каталоги и узнать как все начиналось окунуться в прошлое скажем так и по порядку клипса клипса глубокой посадки такая в меру жестко даже сказал бы мягкая мягкая в силу своей конструкции потому как крепится она есть так можно сказать с обратной стороны плашки и довольно мягенькая она на карман садится нормально как тонких как толстых штанов неплохо садится неплохо снимается единственный момент что мне прямо не нравится но в плане клипсы посадки на карман это вырез этот под под этот стропорез потому как лично у меня практически каждый раз когда я хочу посадить нож на карман то карман край кармана попадает в этот вырез я его еще ни одни штаны себе не прорезал но то ли чуть-чуть то ли немного больше постоянно в общем край кармана туда залазит и нужно это дело контролировать нужно постоянно об этом помнить вот этот момент мне не нравится рукоять пластик и имеется как я уже читал такая вот текстура которая полы появилась на второй год выпуска этой модели небольшие пирамидки и как бы сцепление они обеспечивают пальца как не супер какой-то знаете не мега какое-то удержание конечно но хорошо что они тут есть если бы их не было где есть голая часть и где нет этих насечек то палец прям явно так проскальзывает здесь он кое-как но тормозится также имеются насечки на рукояти сверху снизу сзади в общем практически со всех сторон опять же не скажу что они как-то там помогают удобству удержанию но в то же время и не мешают где насечка явно заметная она нужна так это вот в районе большого пальца когда вы держите то нож не так сильно проскальзывает как бы как было бы без нее плюс насечка имеется дальше на обухе клинка что тоже останавливает палец баланс у ножа примерно вот в этом месте в конце скажем так под пальцевой выемки это небольшой и что замечаешь когда берешь этот нож в руки даже люди которые не имеют отношения к ножам далекие от этого я даю нож по подержать в руках они сразу ощущаю что он легкий как для своих размеров он прям очень очень легкий и это мне нравится рукоять полностью пластиковая нет никаких металлических лайнеров только небольшие вставочки но это потом посмотрите дальше на разборке и пластик толстый рукоять вообще никак здесь никакого бэкспейсера нет она как сделано вот видно из двух частей большая часть которая находится там механизм замка и всего остального и сверху прикрывается второй накладкой и пластик такой толстый очень очень твердый даже так вот сильно сжимая его он практически не гнется поэтому когда вы держите нож в руке работаете им какое-то сжатие какое-то хлипкость конструкции вообще никак не ощущается это тоже самое примерно как у река на один тоже никаких лайнеров нет но здесь вместо пластика g10 сниженный вес прочность никак не потеряла но зато удобство обращать так и здесь а здесь весь еще даже меньше грамм на 50 наверное реально берешь в руку нереальный такой не очень-очень легкий нож рукоять довольно пухлая вот к сравнению тот же река на один и она даже будет толще чем у него поэтому в работе она удобно хорошо держать в руке даже если куда силовую работу проводить то практически нет никаких номинаний хотя здесь грань скажем так не снята прямо они круглая до видно что она такая более квадратного типа но все равно это в работе сильно уж очень прям не мешает построгать какую-то палочку можно легко даже из какой-то твердого дерева или более куда тяжелую работу вполне комфортно им выполнять даже без перчатки в рукояти имеется темлячное отверстие здоровенное паракор туда пролазит отлично но у меня его к сожалению собой сейчас нет вот именно по рукояти у меня к ножу вопросов нет никаких раскрытие ножа и замок в ноже имеется предохранитель сейчас он включен и работает только в таком в сложенном в сложенном виде если он включен то открыть раскрыть нож вы не можете переключаете обратно здесь он там уже остатки красного цвета и это значит что в таком положении он готов к работе нож с ассистом толкаете вылетают отлично не скажу что прям как-то мега бодро если его чуть-чуть подтолкнуть пальцем то он так до конца даже вот и не выстреливает нужно просто чуть сильнее его подтолкнуть и тогда он вылетает нормально но не как-то так не не очень прям уж сильно то бывают такие ножи раскрываются он у вас из рук чуть ли не вылетает то здесь все как-то так происходит тихо спокойно скажем так открывается за шпенек двусторонний одинаковые как с одной так и с другой стороны имеется такая небольшая насечка расположен тоже в удобном месте раз по раскрытию вопросов нет опять же никаких и что мне еще нравится шпенек в раскрытом виде практически упирается в рукоять и полезная длина режущей кромки сохраняется максимально вот это мне нравится они как бывают шпенек как впендюрят чуть ли не на половину клинка складывания замок находится этот рычажок его только с одной стороны но можно им в принципе и левше орудовать нормально и правше только разными пальцами приходится закрывать тут проблем нет никаких и складывание тоже как плюс минус нормально как у большинства ножей сосис там до приходится преодолеть какое-то сопротивление но складывается беспроблемно и следующее это клинок кстати в сложенном виде клинок находится четко по центру я уже несколько раз разбирал собирал и постоянно по центру знаете тут даже ему и деться в сторону куда-то некуда он просто так все здесь сделано что но клинок даже вот его он он не шатается ему куда даже идти допустим взять опять же река то здесь как бы вот можно такими пошатываниям он влево право ходит то в этом соге он найти как как будто одно существует одна позиция только для него в сложенном виде все никаких шапаний нет и чуть не забыл про люфты изначально когда его получил мне он как-то вообще знаете вот мне он понравился ну по картинкам по фотографиям я увидел сразу хотел купить то когда получил он мне как-то я хотел увернуть даже связывался с продавцом чтобы его вернуть обратно нож я брал естественно бушный и у него были люфты вертикальный ну как бы это я так понимаю что особенность конструкции есть небольшой вертикальный люфт но еще у него был горизонтальный и довольно большой сейчас его практически не сейчас его нет это шатается только именно сам клинок а горизонтального люфта нет вообще во время разборки его перебрал смазал скрутил обратно осевое подрегулировал и все люфт пропал и так клинок 92 миллиметра хотя производитель указывает как 95 хватает вполне для всех работ несмотря на серрейтор им можно как и стружить довольно неплохо хорошо это делает и также нарезка форма ну естественно клип-поинт по-другому быть не может нарезать удобно и на плоскости или же там на весу что-либо разрезать с этим он справляется хорошо кому интересно у меня есть тесты данного ножа и по продуктам и по различным материалам по ссылке в описании можете их посмотреть продукты кстати нарезает опять же несмотря на серрейтор и покрытие тоже вполне нормально в походных условиях вообще беспроблемно это делается как ранее говорил насчет веса баланс его четко по центру никакой никуда не перевешивает нож во время чистки работать им одно удовольствие можно очистить и хоть целый день сидеть картошку там или что-либо еще нарезает также он вполне неплохо клиночек всего в кавычках как я говорю всего это сейчас все привыкли уже там 35 это как стандарт а то и 4 это норма то здесь всего как бы 32 миллиметра и он так сужается очень сильно к своему окончанию что способствует вполне неплохому резу кончик клинка такое знаете чуть меньше средней толщины да и можно что-то поддеть подковырнуть но лучше как-то сильно не усердствовать хотя вот если взять спайдерка эндуро то у сок в самом окончании клиночек будет даже потолще покрытие клинка как по продуктам так и по другим материалам как-то знаете особо не препятствовало не мешало в работе и вот можно видеть на клиночке имеются такие пятнышки уже начинаются так и следы коррозии я когда его приобрел они были чуть меньше я его промыл почистил и они пропали их не было но потом после теста я нарезал лимончик чаю и нож слегка протер как-то забыл его промыть положил в карман и на следующий день только вспомнил что нужно его промыть почистить достал и были видно такие пятнышки покрытие на клинке не 3 титана я им скрывал консервную банку что посмотреть его стойкость и как я знал так убедился покрытие практически никак не пострадала какие-то мелкие потертости лишь возникают при контакте с металлом или еще чем-либо но не царапин ничего такого нет это не краска покрытие прям очень хорошая клинок полусеррейторный и я к таким клинкам отношусь ну не очень не прям я от них восторге как по мне лучше или полностью будет серрейторный или же полностью плейновый хотя знаете в последнее время пытаюсь свое это мнение переосмыслить так вот полусеррейтор для чего он хорош ну вернее серрейтор рассматриваем именно вот его серрейтор ную часть разрезание не только веревок как многие думают о всяких пластиковых вязких материалов шланги стяжки пластики какие-то бутылки баклажки не знаю упаковки куча всего разрезается им отлично единственное что не очень удобно делать полусеррейтором это две вещи чистить продукты трогать деревяшки хотя серрейтор серрейтору конечно же рознь то здесь он нормальный он еще так плюс-минус нормальной потому как волны эти выполнены так плавненько относительно плавно он похож на серрейтор спайдерка что нет у него каких-то острых прям сильно выступающих зубьев как я для себя заметил чем меньше вот эти все волны то тем серрейтор лучше режет так но теперь перейдем ко второму скажем так инструменту это стропорез который получается если сложить клинок то он клинок режущая его кромка выполняет роль стропореза я когда этот нож еще не получил не читал о нем никакой информации думал что это для разрезания ремней как обычно это делают в ножах то здесь именно для разрезания веревок а сейчас вернемся к каталогу сок за 2004 год и почитаем о этом стропорезе на страничке 20 изобрел его роберт джей ханна он был членом команды сил больше 7 лет его специальные квалификации включают снайпера связиста и взломщика открытие лезвия полезны и необходимы но опасны для оборудования и личного состава он лично столкнулся с этой проблемой во время тренировок у побережья калифорнии где его взвод развертывал надувные лодки зодиак и себя самолета c130 будучи новичком и первым попавшим в лодку после того как она приводнилась на воду он начал ножом отрезать такелаж которым парашют крепился к лодке он проколол заднюю часть лодки и поместил свой отряд в крайне невыгодном положении до конца ночи этот опыт вкупе с бесчисленными историями о травмах людей и оборудования побудил роба изобрести свой запатентованный груб он потратил месяцы на разработку и тестирование прототипов это нововведение позволяет перерезать веревку леску не вынимая нож из ножен он разрезал я пробовал разрезают в принципе нормально но нет такого какого-то прям идеального ты ты взял поместил туда паракорд проект протянул все и он тебя перерезал как тот такой отлично у меня не получалось это делать и я считаю что лучше бы данная деталь была вынесена отдельно к примеру как вот в этом случае здесь в конце рукояти находится этот стропорез отдельное его лезвие сменная кстати и клинок никак не задействуется при этом так что лично я сомнительно к этому отношусь потому как это еще и немного затрудняет посадку на карман но как идея это вполне неплохо я считаю но теперь разберу нож и посмотрим что же там внутри для раскручиваем винтов рукояти нужно вот такая вот бита шестигранник аж полтора чтобы это не значило для винта который держит клипсу подходит бита h20 а для раскручивания всего винта нужен торг с восьмеркой желательно который с отверстием внутри рукоять изнутри и на двух половинках находятся в задней части такие вот металлические пластины и вот что мы видим внутри механизм далеко не самый простой я пытался сложить чтобы показать как это выглядит внутри в сложенном виде но здесь эти все пружинки скобочка она все вылетает разваливается штифты выпадают короче у меня не получится это сделать и также здесь есть еще вот такой вот шарик малюсенький на предохранителе нужно еще умудриться чтобы его не потерять на клинке по одной фторопластовой шайбе с каждой стороны и вот такая вот пружина ассиста которая приводит действие этот возвратный механизм и вот как это выглядит все в разборе все детали конструкция конечно максимально замороченная хорошо что я не разбираю это в лесу и винты которые скрепляют рукоять это даже не винты а как какие-то шурупы саморезы они просто ввинчиваются в пластик противоположной стороне ну и весь этот мудренный замок с предохранителем помимо этого микро шарика который предохранители также здесь имеется еще такая вот скоба единственное что мне здесь нравится так это осевой такой крепкий мощный большой осевой винт и сам клинок как он выполнен вокруг осевого много мяса ну и стопорная банка не самая маленькая довольно такая толстая и теперь самое сложное при сборке как казалось это пружина она входит в этот паз сюда один конец а второй должен войти в отверстие до попотеть пришлось и так сначала отдел пружиной сюда этот кончик его был здесь и я в общем тянул его битой подводил ну короче занятие такое себе до разборочка оказалось еще тем делом повторюсь хорошо что я не стал это делать сейчас здесь сделал это заранее и вот за надежность данного замка я ничего не скажу я не знаю какой он там супер прочный или какой-то хлипкий за то время пока я пользовался этим ножом на тестах и так помимо этого никаких проблем у меня не возникло по прочности конструкции и надежности замка но то что он мудреный это конечно факт и я такой вот не люблю как по мне нож особенно такого плана который прямо не указан что он там да для каких-то морских котиков спецназовцев но все вокруг этого ходит то я считаю что он должен быть максимально простой опять же пример пример река на 1 несколько деталей буквально их там совсем немного 1 раз раз разобрал в полевых условиях снял прочистил подтянул закрыл никаких маленьких деталек нету ничего все понятно все просто то здесь чтобы его разобрать это целая история нужно куча этих бит в общем решение как по мне такое спорное но интересно как минимум интересное а теперь сравнение викторинок 111 91 миллиметр srm 9201 spider к эндуро церкотаем 21 колстил река на 1 и знаете в последнее время мне начали нравятся ножи вот такого формата вот как эти три они между собой схожи чем у них относительно длинный клинок в районе там 90-95 миллиметров у каждого и относительно этого клинка совсем небольшой вес до 100 грамм и что мы имеем в итоге довольно интересная модель как по мне как я часто упоминаю нож довольно большим клинком при этом он легкий прям реально очень легкий но в то же время и прочный нет никакого ощущения хлипкости когда вы им работаете когда вы держите единственный момент это стропорез ну хотя если он мне не нужен то не факт что он не пригодится кому-то другому ну и плюс быстрое раскрытие ножа тоже мало ли для кого-то для каких-то там морских котиков сержантов и прочих может для кого-то это будет и важно такое быстрое раскрытие на текущее время на 23 год естественно эта модель имеет не самые какие-то лучшие показатели как нож на каждый день но все равно считаю она заслуживает внимания на этом все конец связи